С раннего утра заводчане ждут добрых вестей у проходной родного предприятия. Люди все еще надеются, долги перед ними погасят, а главное дадут возможность работать. Однако с каждым днем надежды тают. Вот и сегодня работников вновь попросили потерпеть. Этот аргумент люди устали слушать. Кормить же надо. Я как бы... Ну а ребятишкам же не скажешь потерпи. Я потерплю. Я как бы... Ну а ребятишкам же это не скажешь. Они так же самое и вкусненького хотят. За январь не полностью выплатили. За февраль вообще не было ни копейки. Ну а в марте только началось, вот распускают постоянно. Считаю, что в марте мы уже не работали. На заводе временный производственный простое, объяснили в администрации. Узнать подробности у гендиректора завода Олега Цыпышева не удалось. Он в дальней командировке, пояснили в приемной. Тут начинается мистика. По словам сотрудников предприятия, еще пару часов назад руководитель был на месте. С утра я сам лично сегодня с утра к нему подходил и объяснял ему эту ситуацию буквально вот здесь вот на проходной. Когда он утром полдесятого подъехал на завод. Абаканский опытно-механический завод, некогда мощное предприятие по производству лесозаготовительной техники, лихорадит практически все время после кризиса 2008-го. Зарплату задерживали и раньше, говорят работники. Но полная остановка предприятия – беспримерный случай. Один из представителей руководства завода все-таки согласился прокомментировать ситуацию. 11 марта администрация завода приняла решение объявить производственный простой в связи с задержкой финансирования по государственным заказам. Ну и как следствие, с период с 12 по 19 марта на предприятии нет работы. Руководство уверяет – долгов по зарплате нет. Очень скоро черная полоса пройдет и завод заработает на 100%. За простой работникам обещают выплатить две трети оклада, как и положено по закону. Очередным заверением сотрудники поверили, но на всякий случай уже подумывают об обращении в надзорные органы. Таира Читая, Дмитрий Судариков. Новости. Седьмой телеканал.